Может быть, именно на вашей улице произойдут главные события нашего повествования. История о мечтателе и его петербургской любви рождается на фоне хрупкого и сказочного мира. А белыми ночи становятся только за счет чувств человека. Зрители погружаются в атмосферу звуков и запахов туманного города. Люди, которые плохо видят или вообще не видят, они смогут ощутить этот Петербург вокруг себя и даже стать участниками представления. Потому что без зрителей этот спектакль играть невозможно. Он проходит буквально на руках у зрителя. И у нас все куклы пропитаны специальными маслами, которые несут определенное настроение. Это первый опыт для кукольного театра. Инициативу активно поддержали городские власти. Такие спектакли – это новое качество жизни для людей с ограниченными возможностями здоровья, отметил глава Сочи. Это, конечно, совершенно новое, креативное. Я думаю, что инициатива наша будет поддержана. В городе Сочи мы очень сильно обеспокоены комфортным проживанием людей, у которых есть ограничения по здоровью. Но прежде всего то, что мы сделали доступность – это очень важно. С другой стороны, мы даем возможность путем создания всевозможных центров реабилитации для аутистов, для деток с ДЦП. Таким образом, создаем для них, по большому счету, жизнь без барьеров. У нас в городе сегодня проживает порядка 500 человек с проблемами по зрению. И вот это для этих людей теперь уже есть самостоятельный проект. Это очень здорово, это очень правильно. Я прошу, чтобы вы взяли под особый контроль то, чтобы была доступность людей и информированность, самое главное. Зрители спектакля смогут в прямом смысле слова прикоснуться к великолепной архитектуре Санкт-Петербурга – Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец. Макеты зданий выполнены сочинским художником Мариной Черва. На каждую конструкцию нанесена надпись с шрифтом Брайля. Она сообщает, что это за здание и кто его архитектор. Действительно уникальное событие, эксклюзивный вариант, потому что действительно это неординарно, неожиданно. Хотя мы ждали этого события, поскольку была информация, что готовится такой проект. И мы очень рады побывать сегодня на таком представлении. Этот спектакль как раз можно отнести к понятию «доступная среда», то есть позволяющая людям с ограниченными возможностями, с различными, прикоснуться, как говорится, к прекрасному. Театр, он испокон веков, как говорится, жил, живет и будет жить. Год назад благотворительный фонд Алишера Усманова учредил грант в номинации «Театр с закрытыми глазами». Из более сотни заявок выбрали кукольный театр «Саквояж» и сочинское концертное филармоническое объединение. Теперь после премьеры в Сочи показы пройдут в Туапсе, Адлере, Краснодаре, Армавире и Ростовской области. Гелена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».